Девушки отдыхают Девушки отдыхают Противоположность, тиранию Спор о демократии идет до наших дней Является ли демократия универсальной формой правления? Созданная на Западе, может ли она пригодиться во всех без исключения странах мира? Говорим об этом сегодня с нашими гостями Это декан факультета политологии Высшей школы экономики Андрей Мельвель Добрый день Добрый день И издатель Валерий Анашвили Добрый день, Валерий Нынешние дебаты о демократии восходят к концу 80-х, началу 90-х годов Рухнула берлинская стена Зашатался Советский Союз Повсюду торжествовал свободный рынок После десятилетия тетчеризма и рейгономики Интернет завоевывал свои позиции Распространялась глобализация И на волне этого исторического оптимизма казалось, что наступил конец истории Пришел конец истории Человечество больше не будет воевать Но не будет и развиваться, потому что не осталось конкурирующих идей Во всех странах мира рано или поздно наступит господство либеральной демократии По западному образцу Это единственная форма правления, которая исторически оказалась жизнеспособной 20-й век доказал несостоятельность и тупиковость альтернативных путей Фашизма и коммунизма Эти мысли американский философ Фрэнсис Фукуяма Выразил в статье под названием «Конец истории», которую опубликовал в 1989 году В конце он отметил, что такой мир наверняка будет очень скучным И сказал о возможности альтернативного пути Если история выйдет на новый виток Ну, по-моему, в одном Фукуяма ошибся Скучно точно не было после 1989 года Вам не было скучно, Андрей? Нет, не всегда было радостно Потому что обрушились очень многие иллюзии и надежды Но скучно не было Скучно не было Обратите внимание на пафос фукуямовского отказа от истории А история завершается, потому что она линейна Она идет в одном направлении И нет боковых ответвлений Это абсолютно на самом деле просвещенческая позиция Это просвещение живет этим духом Этим духом живет марксизм И адепты либерализации и демократизации в начале 90-х годов Они звучат абсолютно как коммунистический манифест наоборот Все страны, все народы рано или поздно придут к торжеству демократического будущего Одни раньше, другие больше Демократы всех стран объединяетесь Главное, представьте, как сейчас неудобно фукуями все эти 20 лет после написания статьи Когда стало понятно, что собственно история-то только и начинается Особенно с временной демократии, которая все менее становится явной и очевидной Поскольку все классические определения демократии сейчас приходят в упадок Или становятся нефункциональными А вот классические определения Давайте с самого начала попробуем определиться с терминами так поакадемически Что мы понимаем под демократией? У фукуямы это что? Это некая идеология? Некое общее состояние общества? Ну, у фукуямы это универсальная модель Либеральной демократии После торжества которой история заканчивается Но давайте вот на что обратим внимание Современная демократия По крайней мере в тех формах, в которых она укореняется Это не продолжение истории Это не продолжение традиции Ни афинской, ни новгородской, ни какой бы то ни было другой Это разрыв с историей Это создание совершенно иных институтов и практик Это первое Второе, что есть демократия? Очень часто мы поддаемся искушению Видеть в демократии решение всех проблем Это панацея, это все хорошее А это не так И смысл афоризма Черчилля, который вы приводили Как раз в том и заключается Это не все хорошее Это лучшее из того, что есть Но это не решение всех проблем Но ведь есть некоторые классические определения Например, очень часто я знаю Пользуются политологи определением Шумпетера То есть очень минимальное, да? Андрей, напомните, в чем оно Шумпетер абсолютно звучит Демократический метод Это такое институциональное устройство Для принятия политических решений В котором индивиды приобретают власть Принимать решения путем конкурентной борьбы За голоса избирателей Глупо говоря, демократия это выборы Давайте поймем Демократия это свободные выборы Цитата, это прекрасно Я бы к этому добавил бы Если я в праве редактировать Шумпетера Я бы добавил два обстоятельства Подотчетность власти Которая сегодня становится Очень важным критерием демократического правления И ограничение исполнительной власти Если нет институциональных ограничений Исполнительной власти Если нет подотчетности власти То на основании одной процедуры выборов Мы не можем говорить о демократии Вы знаете, я бы к этому еще добавил Демократия это когда партии и популярные политики могут проиграть выборы Как это узнал на своем примере самый популярный политик Британии Сэр Уинстон Черчилль 5 июля 1945 года Британцы выбирают правительство В первый раз после войны Побеждает партия лейбористов И самый популярный политик Времен Второй мировой Лидер партии Тори Уинстон Черчилль Уступает кресло премьер-министра Конкуренту Такого итога выборов он не ожидал Согласно легенде Черчилль принимал ванну Когда ему сообщили эту новость В своей обычной иронической манере он ответил Они в полной мере имеют право совершить со мной такую штуку Это демократия За нее-то мы и сражались А теперь дайте, пожалуйста, мой халат Лучший аргумент против демократии Пятиминутная беседа со средним избирателем Сказал он однажды Уинстон Черчилль не раз критиковал демократию Но когда она оказалась под угрозой В полной мере проявил свои качества Бойцового бульдога В борьбе с Гитлером Тем более неожиданным для победителя Стало послевоенное поражение на выборах Впрочем, еще в молодости Черчилль узнал Как непредсказуем путь политика в Англии Этой колыбели демократии Среди его предков Герцогов Мальборо Было много удачливых военачальников И государственных деятелей Отец Уинстона Лорд Рендальф Тоже стал известным политиком Но в Англии это еще не значило Что сыну обеспечено блестящее будущее Уинстону Черчиллю пришлось доказывать На что он способен Молодой человек мечтал занять место в парламенте Но сделать это с первой попытки не удалось В 1899 году он проиграл выборы Спустя год Черчилль все-таки стал депутатом Палаты общин Придя в парламент консерватором Через 4 года он сменит скамью Из-за своих либеральных убеждений Примкнет к партии либористов Первое десятилетие 20 века Рабочее движение в Англии набирает силу Уинстон Черчилль убежден Британии нужны социальные реформы Надо интегрировать рабочий класс в демократию Он лоббирует законы о минимальной зарплате И пособии по безработице Даже предлагает упразднить Палату лордов Этот оплот реакции Где места передаются по наследству А не принадлежат народным избранникам Он шел по пути либерализации Но его демократические принципы Подверглись жестокому испытанию Когда в стране начались забастовки Шахтеров и суфражисток Черчилль к тому времени уже министр внутренних дел Подавлял беспорядки твердой рукой События в Англии А позднее революция в России Приведут его к мысли об опасности Массовых выступлений народа И Черчилль вернется на скамью Тори Он защищал демократию Но только не тогда Когда она грозила спокойствию Британской империи Освободительную борьбу Индии Против колонизаторов Черчилль оценивал крайне негативно И считал, что демократический порядок На Востоке невозможен Он презрительно отзывался о духовном лидере индийцев Махатми Ганди Называя его голым факиром Ганди действительно пришел на прием к Черчиллю Одетым так же, как все бедные индийцы Его костюмом был кусок простой ткани И Черчилль поступил отнюдь недемократично Сказав, что не будет говорить с Ганди Пока тот не переоденется в английский костюм Но в историю Черчилль вошел Как защитник демократических принципов После войны 5 марта 46-го года Он выступал в колледже Американского города Фултон Мы должны подумать О предотвращении войн навечно И создании условий Для свободы и демократии Как можно скорее во всех странах Сказал Черчилль Он призвал Соединенные Штаты Обратить внимание на угрозу для демократии Которые исходят от Советского блока Уинстон Черчилль защищал порядок Колыбелью которого была Англия Англия, колыбель, порядка Вот здесь, как вот этот английский газон Делать то же самое на протяжении 300 лет И все у вас будет в порядке с газоном А в Англии сколько? 800 лет практически демократии От хартии и вольностей От хартии и вольностей Ну и что это значит? Что, собственно, как английский газон с демократией Нужно несколько столетий? Мне кажется, это принципиальный вопрос на самом деле История учит нас тому, что успешная демократия вырастает Ее не конструируют, а ее растят Лелеют, холят, как в Англии Англия со своей парламентской демократией Она отличалась от континентальной Европы? Если да, то чем? Почему? Откуда брался такой пул достойных людей? И вот это вот ограничение монарха? Вот история дает нам, по-моему, вполне понятный ответ В отличие от континентальной традиции Ростки британской, английской демократии Демократии Рождались от принципа ограничения власти Вот ведь хартия вольностей Ограничение власти И второе, это Переговоры, дискуссии, поиски компромисса Демократия как переговорный процесс, как поиск компромисса В условиях ограничения власти Это вот примерно то, о чем я говорил Это как раз переход от средневеков к концепции избирательных процедур нового времени Когда голос не считается, а взвешивается Ну, то есть, например, зачем было считать голоса в каком-нибудь собрании Если один там рыцарь вышел в поле, мечом порубал 10 крестьян Которые там с вилами на него шли Понятно, что в такой ситуации его голос Где бы дальше он его не транслировал На поле боя или в зале князя Он взвешивается И его нельзя соотнести с голосом этих вот 9 крестьян или 10 крестьян И, конечно, английское достижение связано с тем Что те достойные люди, которые начинают заседать в парламенте Их голоса не могут быть взвешены таким образом Они в любом случае становятся считанными голосами То есть, их считают Может быть, в Англии то, что был выше уровень индивидуальной свободы По отношению и к земельной аристократии И к традиционным привилегиям То, что в Англии вот такая ранняя индустриализация произошла И люди фактически лишились многих своих земель И аристократия была в городах То есть, за ними не стояли все их замки, крестьяне и вековые традиции Английский исторический пример, по-моему, очень здорово показывает Из каких кирпичиков складывается демократия Мы уже говорили Это ограничение власти Это поиск компромисса И вы сказали о городах, о экономическом развитии Нет буржуа, нет демократии Баррингтон Мур Баррингтон Мур Классическая вещь, которая увязывает формирование демократии С развитием определенного способа экономического производства Мне кажется, мы согласимся, что Англия была своего рода исключением из Европы Но было, если дальше это продолжать, исключение из исключения Когда английские протестанты, так сказать, религиозные, притесняемые Садятся на вот этот парусник Мэйфлауэра, плывут в Америку И там с чистого листа начинают новую жизнь То есть, если Англия – это исключение из Европы То Америка – это исключение из исключения То есть, как французский писатель Таквиль, который приехал в Америку в 1831 году Он говорит, что обнаружил там страну среднего класса 1831 год Алексис де Токвиль, французский аристократ и мыслитель Отправляется в Соединенные Штаты По итогам своего путешествия он публикует книгу «Демократия в Америке» Впоследствии она выдержит десятки изданий на разных языках В предисловии де Токвиль напишет, что сильнее всего в новом свете его потрясло равенство условий существования людей Труд Алексиса де Токвиля стал своеобразным гимном американской демократии А вот еще одна цитата из Токвиля «Великое преимущество американцев заключается в том, что они пришли к состоянию демократии без того, чтобы переживать демократическую революцию Им не надо было становиться равными, они были рождены равными То есть Америка в этом смысле это вообще не может быть примером ни для кого У них совершенно исключительные такие инкубаторные условия для построения демократии были Как ни у кого Отгороженные океанами, вообще огромные пространства природные И да, и нет Валерий, по-моему, очень здорово напомнил нам о том, что Основатели и затем творцы американской конституции Франклин Создавали не демократию А создавали республику И Франклин, вы помните, выйдя к народу, который вас спросил Какую форму правления вы нам уготовили Ответил республику, если вы сможете ее уберечь А демократия это гораздо более позднее достижение американской политической истории И сложности с формированием американских демократических институтов Включая участие в голосовании неимущих, женщин, негров и так далее Как ни парадоксально, показывает нам, что во многих отношениях демократия изначально это элитарный проект То есть в Америке она гораздо позже состоялась Смотрите, если в 1960-е годы Америка стала демократией, да? Так точно Вот после Мартина и Лютера Кинга Даже в 70-е, когда было киньсянство окончательно забублено Когда десегрегация окончательная произошла Ну да, сколько процентов во времена того же Франклина голосовало население? Процента два, наверное Имущественные и цензы Белые, богатые, мужчины, старшие, не знаю сколько, 30 лет или как там было Вот я напомню вам про Швейцарию, о которой мы еще будем говорить На уровне конфедерации право женщин голосовать было принято в 1971 году А на уровне кантонов, когда это было решение принято 1990 год Ну, я хотел сказать про Америку Ну, о ней говорить можно много Поэтому о ней, вот я, например, сейчас говорить не буду А скажу только то, что Сильная страна смогла создать сильный бренд Демократический Именно поэтому сейчас, когда говорим о демократии Автоматически отсылаемся к американскому примеру Хотя, конечно, на самом деле Если возвращаться вглубь веков То республиканским и демократическим примером в Европе Прежде всего были Нидерланды Начало 17 века Недолго существовавшая республика Потом постепенно они стали терять экономическую мощь И растворяться, да, на европейской карте Но это был самый сильный и самый эффективный Европейский демократический проект Наверное, всех времен и народов Но они как-то не стали, у них нет мессианства Не появилось мессианство Это маленькая страна сейчас У них нет возможности создать из этого бренд Такой вот, что мы, демократия основная Ну, мне кажется, что демократия в каждой стране В любом случае уникальна Даже когда она воспроизводит одни и те же институты Она все равно уникальна Как вот для России это было Новгородское вече Или, скажем, взять Юг Казачий круг на юге России Или такая форма революционная, как Советы А вот когда у нас проходила новая революция В конце 80-х, начале 90-х годов Появилась такая новая форма парламентской демократии Как съезд народных депутатов Первый съезд народных депутатов СССР Был главным событием последних лет Советской империи Вокруг него все было впервые Прямая телевизионная трансляция заседаний Незапланированные выступления Требования альтернативных выборов И яростные споры о будущем В семьях, в транспорте, на работе и на митингах Потом народные депутаты собирались еще четыре раза Но это уже не вызывало такого жадного интереса Практически у каждого гражданина страны И больше никогда не прорывался в зал заседаний Дух столь принципиального неприятия Коллективной безответственности О чем уже на первом заседании Сказал возвращенные ссылки академик Андрей Сахаров Падение мировых цен на нефть До 10-12 долларов за баррель Катастрофы в Чернобыле и Спитаке И четыре года перестройки Которые привели совсем не к тому На что рассчитывали ее вдохновители Надо было выйти из политического и экономического тупика И для этого созвали съезд В этом смысле он был чем-то похож На Земский собор смутного времени Созванный в 1613 году Для избрания нового государственного курса И новой правящей элиты 2250 народных депутатов Первого съезда Были также новой элитой советского общества Такого количества известных писателей Артистов, художников и ученых Не было еще ни в одном законодательном собрании России Всего 100 депутатов прошли по спискам от КПСС Остальные получили мандаты в результате альтернативных выборов В том числе в общественных организациях и творческих союзах Этот съезд превратил Бориса Ельцина В лидера демократического крыла советского общества Революционным выглядело даже само его избрание Которое произошло благодаря уступке депутатского мандата В его пользу юристам Алексеем Казанником Здесь открылись будущие демократические политики Анатолий Собчак, Галина Старовойтова, Геннадий Бурбулис и многие другие Но две трети депутатов не разделяли их взгляды И использовали ситуацию для решения весьма непростой задачи Остаться у власти Демократы, образовавшие московскую группу Также рассчитывали на поддержку власти в лице главы страны Михаила Горбачева Который с их помощью стремился вырваться из-под партийного контроля Лидер московской группы Андрей Сахаров Больших иллюзий в этом смысле не питал И убеждал товарищей пользоваться моментом гласности, чтобы говорить правду Тремстам демократам не удалось утвердить свою повестку дня И провести через съезд намеченные ими политические решения Но в итоге Сахаров оказался совершенно прав Несколько дней правды изменили страну И возврат к прошлому стал невозможен Знаете, смотрю эти кадры прямо с замиранием в сердце Кажется, так совсем недавно это было Как будто несколько эпох назад Все знакомые лица, но совершенно другие Это было то золотое время, когда, к слову, демократ еще не прикрепилось Так называемое, да, оно не стало ругательным И, кстати, тогда же вот эти вот самые дубинки стали называться демократизаторами Вот, потому что использовались разгоны митингов Я однажды получил такой по ребрам В 91-м году заживало месяца три, должен сказать Вот, кстати, вопрос о дубинке Дубинка необходима для демократии? Добро должно быть с кулаками Столько сложен вопрос, что мы как-то... Притихли, я взял дубинку в руки, как это разговор Это инструмент, видите, работает даже в студии Не только на площади Ну, это к вопросу о государстве О соотношении демократии и государства Насколько сильным должно быть государство, чтобы создать то пространство, в котором может появиться демократия? Если мы посмотрим на то, как рождались демократии Как они вырастали из толщи исторических процессов Мы увидим, что как будто бы эффективное государство, эффективная государственность, эффективная бюрократия Эффективные государственные институты Это условия, предпосылка для развития демократии Сначала идет, исторически так и было Сначала идет создание эффективного и более или менее крепкого государства Не обязательно сильного государства Это отдельный вопрос А потом уже возникает демократия Так ли это? С одной стороны, мы видим примеры демократий без сильной государственности Что не делает их менее демократичными Можно насмехаться над этим, можно иронизировать Но реальность существует в сегодняшнем мире И вторая проблема, это то, что государство государству рознь Есть разные типы государственности И когда мы говорим сильное государство Мы можем иметь в виду самые разные вещи И здесь очень легко перейти грань Грань втаться пороку абсолютной сильной государственности Вот Индия, к примеру, сильное государство Это очень сильное государство Но сила этого государства, на мой взгляд, заключается в том, что это демократическое государство А это государство, которое... Это система правления, которая основана на поиске договоренности На компромиссе, на переговоре Я бы в переговорах Я бы поставил вопрос даже остро А мы уверены, что современная Индия сегодня выжила бы Без демократических практик Знаете, здесь очень хороший ответ как раз вот этому эпизоду В сюжете, который был Когда Черчилль отказался принять Ганди Потому что он не был одет по-европейски А на деле это, в общем-то... Не был одет в английский костюм Да, в английский костюм Из английского сукна Да Вот такой колониалистский подход А Индия, по сути, превратилась в крупнейшую в мире демократию Где число голосующих в выборах, по-моему, 715 миллионов человек То есть Индия это фактически крупнейшая парламентская демократия в мире Где работает та самая британская вестминстерская система В апреле и мае 2009 года в Индии прошли выборы Которые эксперты назвали самыми массовыми за всю историю демократии Если обычной европейской стране нужен один день, чтобы определиться с народными избранниками То Индия голосует почти месяц Причина – масштабы страны и весьма неоднородный состав избирателей Урны для бюллетеней возят в отдаленные регионы страны на слонах Несмотря на эти неудобства и внутриполитические сложности Уже 60 лет в Индии действует демократическая система В 30-е и 40-е годы за нее боролся отец нации Махат Маганди И в 52-м, на первых свободных выборах, победу одержала основанная им партия Индийский национальный конгресс Это вообще наследие англичан? Индийская демократия Это они оставили эффективную систему права Я бы вообще осторожнее относился к таким радужным восхвалениям концепта выборов демократических Потому что все-таки, как мы уже определяли в начале программы Выборы не являются главным и ключевым элементом демократии Важным, но не главным Более того, в современных условиях, на мой взгляд, выборы вообще являются неким элементом Необходимым лишь для вот той ширмы демократической Кроме того, в современных условиях мы видим с вами, что вообще система выборов Вот вообще система электоральных циклов становится все более формализованной, к сожалению И все менее эффективны А эффективными становится что? Вспомните, за счет чего выходили в отставку правительства за последние десятилетия в европейских странах Или в азиатских Из-за скандалов Из-за давления прессы Из-за давления народа Не через выборы, безусловно А через массовые выступления Когда на улицу выходят 2 миллиона французов И начинают выступать В связи с Индией вопрос, насколько связаны демократия и развитие Насколько эффективна демократия в обеспечении развития, модернизации? Исторически происходило так, что демократия во многом произрастала из социально-экономического развития Из экономического развития И мы видим множество очень важных аномалий И Саудовской Аравии, и Катар, и многое-многое другое И это ставит проблему авторитарной модернизации Или диктатуры развития Или недемократического режима Который обеспечивает экономический рост Это сейчас, как мне представляется Очень серьезное искушение для демократии Искушение авторитарного капитализма Мой вопрос заключается в другом А могут ли эти средства обеспечить прорыв в постиндустриальный мир В постиндустриальную инновационную экономику Мой ответ Нет, не могут Потому что для постиндустриального развития Для технологического инновационного развития Необходимо открытое общество Необходимо раскрытие инициатив Снизу свободный человек А не работник в шарашке Здесь, мне кажется, в любом случае Мы должны говорить о том, что демократия В каждом случае Локально Она произрастает Из той культуры В которой она существует Будь то японская, корейская У Чарльза Тилли Есть работа Под замечательным названием Демократия как озеро Он сравнивает демократии с озерами И каждое озеро сформировалось по-своему Где-то в результате горного оползня Там запрудило ручей И получилось озеро В другом случае люди плотину построили И вот нету, я думаю, лучше метафоры Для того, чтобы описать Швейцарию Страну удивительной красоты горных озер И страну совершенно ни на что не похожей демократии Утром 29 ноября 2009 года Швейцарцы устремились к избирательным участкам В этот день На всенародном референдуме они решали Стоит ли запрещать на территории всей страны Строительство миноретов Швейцария Последняя страна в Европе Где демократия остается прямой Все вопросы Начиная с изменений в Конституции И заканчивая строительством школ Решают не депутаты А непосредственно сами граждане Они голосуют на референдумах Которые бывают общегосударственными А бывают местными На уровне кантонов Вопрос о миноретах был вынесен На общенародное голосование Хотя нельзя сказать, что он стоял остро Для всей страны В тот момент в Швейцарии было только 4 минорета К тому же закон о тишине не позволял использовать их по назначению Тем не менее правые партии выступили с инициативой Внести поправки в Конституцию и минореты запретить Правительство увидело в этом нарушение принципов демократии Но окончательное право голоса в Швейцарии у граждан Роль референдума Как одного из основных столпов Швейцарской демократии Была четко зафиксирована В Конституции 1874 года Сначала закон принимается в парламенте А затем народ отвергает Или одобряет его На референдуме За последние 160 лет В Швейцарии прошло Более полутысячи референдумов Это вопрос традиции Мне кажется не вопрос Степени демократичности Того или иного общества Вот я могу привести пример Нигде на постсоветском пространстве Не было так много проведено референдумов Как в Приднестровской республике Но сказать все-таки Что Приднестровье является Маяком демократии Все-таки недостаточно оснований Самая демократичная на первый взгляд Система парадоксально консервативна и медлительна Швейцария только в 2002 году вступила в ООН Став ее 190-м членом Разумеется после соответствующего референдума А у женщин на этом островке прямой демократии Вплоть до 1971 года Вообще не было права голоса Почти столетия все решения принимали мужчины И на референдумах Посвященных предоставлению права голоса женщинам Они высказывались против Сегодня для того, чтобы провести общенациональный референдум Надо собрать 100 тысяч подписей Как отмечают эксперты Система прямой демократии имеет как плюсы, так и минусы Плюсы это безусловно легитимация решения И где-то, будем прямо говорить Снятие ответственности с власти За принятое решение И перекладывание ее на большинство населения Которое приняло это решение Ну это плюс Но минус состоит в том, что Ну, так сказать Местный эгоизм Зачастую будет Препятствовать Реализации Общегосударственных проектов Очень многих Когда от правых партий поступило предложение Запретить строительство минаретов Президент швейцарской конфедерации Ханс Рудольф Мерц Обратился к народу Он призвал швейцарцев вспомнить о прочных традициях религиозной веротерпимости Многие видные политики поддержали президента Говоря не только о терпимости Но и о том, как будет выглядеть демократическая Швейцария в глазах остальной Европы Увещевания властей не возымели действия На всенародном референдуме 57% швейцарцев поддержали запрет на строительство минаретов Ну вот когда смотришь на Швейцарии То вспоминаешь Таквилия Вот он, по-моему, писал The spirit of liberty is local Дух свободы местной Швейцарская прямая демократия Это некий образец, который можно брать на всем Или это типичная такая швейцарская вещь? Ну, в современных исследованиях политологических Общим местом является то, что прямая демократия к современному миру не подходит Просто в силу того, что афинская демократия в лучшие годы имела 30 тысяч граждан И эти 30 тысяч, ну, худо-бедно могли собраться на агоре Для того, чтобы высказать какое-то свое мнение Когда эти граждан 5 миллионов, как в Швейцарии, если я не путаю, да Или 100, сколько, 40, как в России Ну, тем более на таких расстояниях мы не можем собраться в одном месте, чтобы высказать свое мнение Где тогда резерв для развития демократии? Если он вообще... Где пределы демократии в современном мире? Я думаю, что местная демократия как раз и имеет основной шанс быть все более и более развитой И именно на ней, на местной демократии, я думаю, что будут делаться все больше и больше акценты со стороны властей Вот в Китае, кстати, очень сильно развита деревенская демократия То есть мы все смотрим на Китай как большую авторитарную страну Да, на уровне Верховном это все так Но очень много исследований есть по поводу именно местной деревенской демократии в Китае Там у них огромные полномочия по принятию решений муниципалитетов и деревень Это на самом деле выводит нас на очень интересный вопрос Что есть единица демократического правления? Полис, как это было в античности, национальное государство, муниципалитет или глобальный мир? Или весь мир, да, глобальная демократия Как таковой, глобальная демократия В том оптимистическом угаре, о котором говорила в самом начале передачи Фукуяма, конец истории и так далее Присутствовала некая посылка о том, что весь мир рано или поздно станет демократическим Но мы, с одной стороны, видим откат демократической волны, совершенно внятный Мы видим, если не наступление консервативной волны То, по крайней мере, торможение демократизации И это ставит огромной сложности вопросы Пришли ли мы к пределу распространения демократии? Ну, знаете, Андрей, здесь соглашусь с вами Здесь очень интересно, что демократия Это вообще искусство постановки вопроса И демократия, она в самом деле гораздо больше ставит вопросов, чем дает ответов Но мы, наверное, живем больше при помощи вопросов И двигаемся вперед при помощи вопросов, да? То есть демократия – это некий такой cutting edge То, что называется передний край развития нашей культуры, нашей политии Мы начали программу со слов одного известного англичанина, Черчилля А закончить я хочу словами другого известного британца Джорджия Бернарда Шоу Демократия – это устройство, которое гарантирует, что нами будут править не лучше, чем мы сами того заслуживаем И в этом смысле демократия может быть не самое эффективное, не самое универсальное устройство Но уж точно самое справедливое Я благодарю вас за этот разговор Андрей Мельвиль, декан факультета прикладной политологии Высшей школы экономики И издатель Валерий Анашвили Спасибо Это была программа «Власть факта» Спасибо, что были с нами сегодня вечером До встречи на телеканале «Россия.Культура» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин